Всем привет! Сегодня я хочу вам показать своих любимчиков, которые приобретала на Алиэкспресс и мне очень сильно эти товары ногтевые полюбились за все то время, которое у меня присутствует. Итак, давайте расскажу сначала про мой любимый Ара Пуфинг, который просто я покоряла несколько месяцев, мне кажется даже лет. Когда он у меня только пришел, в обзоре я вам показывала вот такую вот технику исполнения ужасную, сразу скажу, потому что трафареты я взяла очень толстые и даже после перекрытия топа есть вот такие вот неровности. На тот момент ценный дизайн казался прикольным, дальше уже пошло дело лучше. Спустя какой-то промежуток времени я начала пробовать Ара Пуфинг еще и получаться стало намного лучше. Вот этот дизайн я делала у себя на ноготках. Вообще на сегодняшний товар с Алиэкспресс я буду вам стараться оставлять ссылку и под ним видео с тестированием. Именно вот эти трафареты я использовала для создания этого дизайна. Потом уже постепенно, когда я поняла, что гель-краска должна быть очень пигментированной, набирать надо тоже правильно, выбивать всякие пузырики, стало получаться еще лучше. И вот этот, кстати, дизайн сделан пигментами. Пигменты на самом деле расходуются, конечно, не так часто, но это очень нужная вещь. Их можно наносить на липкий слой, можно добавлять гель-лаки в гель-краски, чтобы они становились более пигментированные. И плюс еще выполнять Ара Пуфинг. У меня целых два. Вот видите, я ручку просто оставляю, потому что она из фикс-прайса и держит вот эти сами плюшки очень плохо. Но самые первые уже много лет, и она у меня с Алиэкспресс, как вы видите, пуфики в хорошем состоянии. Они у меня до сих пор все до единого живы. То есть с ними ничего не произошло, главное их правильно промывать в обезжиривателе, ни в коем случае не в ацетоне. И тогда они будут жить долго. Еще вдобавок, по каждый цвет, если пигмент использую, у меня отдельный пуф. То есть я уже их не промываю, оставляю в таком виде, потому что это сухой материал, и его не обязательно снимать с пуфа. Также в фикс-прайсе я покупала вот такой вот комплект, чтобы мне было удобнее его использовать. На Алиэкспрессе вроде бы тоже такие есть, но я утверждать не могу. Если найдут, то тоже оставлю ссылку. Следующий хочу показать вам аэрограф, который действительно рабочий, и у меня были после покупки с ним проблемы. Он плевался. Но после того, как я его отправляла Яне, и она с обратной стороны вот эту штучку потужу затянула, он начал работать просто идеально. Я уже его пробовала. Для домашнего использования аэропуфинга вполне хватает, и это очень бюджетный крутой вариант. Если вы работаете мастером, то аэрограф, конечно же, незаменим, так как подготовка и очищение пуфа занимает такое же количество времени, как подготовка материала для аэрографа, и потом его последующие очистки. Аппарат я брала для сравнения, чтобы все это дело протестировать и сказать вам определенный вердикт. Для тех, кто делает себе покрытие, хватает аэропуфинга. Для тех, кто мастер, конечно же, аэрограф это незаменимая вещь. Далее фрезер, с которым я вам уже, скорее всего, надоела, так как показываю практически в каждом видео, но к этому видео я не могу его не отнести. Кстати, нашла я вот по внешнему виду точно такой же, только джеки Теннин. Я вам оставлю на него ссылку, и по-моему, в распродаже он будет стоить 1800. Вот этот 2700. В чем разница, я вам сказать вообще не могу. Возможно, только в фирме. И именно из-за этого цена у него выше. А покупать еще один аппарат, чтобы сравнить, мне как бы не хочется, потому что этот работает прекрасно. В сравнении со всеми аппаратами, которые у меня были, этот самый классный, самый мощный, самый крутой. Следующая моя любимка, это лампа Rainbow 9, так же, как и Sun 6, но я вам ее показывать не буду, потому что я ее истрепала так, что она у меня просто в гейл-лаке. Я в ней сушу типсы. С помощью этой лампы я тоже сейчас сушу типсы иногда, и плюс делаю покрытие. Видно, что она тоже уже поистрепалась, но качество мне ее нравится. То, что она просушивает все, что только можно. И на лампу мощнее этой мне уже менять не хочется, потому что база тогда будет печь намного сильнее. Если для того, чтобы делать себе покрытие, захочу менять, то куплю точно такую же. Дальше хочу вам показать все мои стразы, которые я заказывала тоже на Алиэкспресс. И они мне очень сильно нравились. С многими я делала покрытия. Апалы были одно время очень и очень модные. Постоянно использовала в покрытии. Бульонки вот эти крупные использую сейчас меньше, потому что нашла очень и очень мелкие. Серебряный цвет страз, размер SS6. Вот SS3, SS6 для меня самые ходовые. И вот видите, SS3 еще меньше осталось. Блестят хорошо и на Алиэкспрессе вполне можно их заказывать, тем более цена у них не такая уж и большая. Дальше самый мой древний контейнер. В нем тоже есть стразы и блестки. Из него я вам покажу только голографические стразы, потому что остальное я ничего толком не использую. Бульонки вот эти пластиковые. Вот эти пиксики, конечно, хорошо блестят, но как-то вот я с ними не ужилась и не использую в покрытии их совсем. А вот эти стразы у меня самые ходовые и даже на сайте Фиора потом выбирала точно такие же. Цена у них примерно одинаковая, поэтому когда оформляю заказ на сайте Фиора, то беру там. Если вдруг они заканчиваются, заказ не собираюсь нигде делать, то беру на Алиэкспресс. Светятся они хорошо, красиво. Я, кстати, вам показывала их, когда они только пришли. Я очень давно снимала вам этот обзор, даже не помню, когда это было точно. И сколько времени лежат, даже не потускнели. А вот следующая коробочка у меня более продуктивная и тут уже больше интересных страз. Вот такие вот синие, они тоже разных размеров. Они приходили по пакетикам. Не пришлось мне разбирать как предыдущие, все по размерам. Потом я брала вот такие вот зеленые, очень красивый оттенок. И прозрачные. Вот прозрачные я пока что ни разу не использовала, но их блеск мне очень нравится. А главное, что можно сделать под них любую подложку. И еще одних и миллион. Они переливаются сильно, тоже были все по размерам. Если ссылки не сгорели, конечно же, оставлю вам их под видео. Это стекло, качество страз, как вы понимаете, очень классное. Также я вам покажу еще гель-лаки. Не видно флаконы, потому что они слишком блестящие. Этот girl to girl. Ну, конечно же, блестки. Ну, куда я и без блесток. Вы смотрите, какая красота. В этих добавлено красные, а в этих синие еще какие-то. Прям перелив хороший. И показать всю красоту я даже не знаю как. Но надеюсь, хоть что-нибудь вам будет видно. Хотела показать все полигели. И хочу вам рассказать, какая в них разница. Lady Misty хорошие полигели. У меня в оттенке 21 и 25. Мягкие, хорошо распределяются. И у них мелкая зернистость. Видите? Вот этот полигель, дорогой для Алиэкспресса. На момент заказа он стоил 800 рублей. Показал он себя очень неплохо. Но я вам скажу, что... Как он у меня вытек, вы представляете? Я его поставила в перевернутом состоянии. И он просто тупо вытек у меня в крышку. Вот даже из-за этого я как-то советовать его не могу. Млоскость все-таки полигеля в большей степени зависит от базы, какую вы используете. Вот этот полигель я вообще тестировала прям много-много раз. Именно для ремонта ногтей. И даже наращивала. Он мне понравился в использовании. Из всех, которые у меня есть, розалин самый крупнозернистый. Но когда с помощью него я делала себе новогоднее наращивание, я думаю, вам видно, какие крупинки. Немаленькие. Носился он идеально. Он такой жесткий. Просто ногти были каменные. Какой-то полигель я прям сильно отругать не могу, потому что они все себя хорошо показывают. Все зависит от ваших предпочтений. Любите вы крупнозернистый или мелкозернистый? Более жесткий или более мягкий? Понятное дело, что полигели это все твердый материал. Но у них тоже есть разница. Дальше термополигель, который мне очень сильно понравился. Это в оттенке номер один. Я делала с помощью него наращивание и дизайн. Выходило это видео в начале июня. И также оставлю вам ссылку. Вы посмотрите, как он наносится и как классно он играет, когда меняет свой оттенок. Следующие мои любимки это вот такие вот посыпушки. Они очень нежного цвета. И сейчас я вам покажу, для чего их использовала. Вот так они выглядят просто нанесенные на базу или на топ. Это уже на ваше усмотрение, как вы обычно используете такие вещи. Они нежные, красивые. И вот сколько месяцев они лежат, не потуснели, не потемнели и не загрязнились. Кстати, на ручках я их тоже проверяла. Они отлично носятся. С помощью них я делала тоже дизайн. Вот такой вот вязаный слайдер в посыпушке. И также с древнего обзора вот такой вот сердечко. Это гель-лаком. Вы можете около трафаретов посыпаете и сушите. Получается прикольно. И также с посыпушкой вот такие стразы. Это как раз опалы. Нашла, кстати, еще два дизайна, сделанных с помощью аэропуфинга и слайдера в катс. И аэропуфинга у меня тогда, как вы понимаете, еще толком ничего не получалось. Следующий набор блесток. И, кстати, смотрите, я номерую свои наборы. Это у меня набор номер 3. Первая цифра обозначает номер набора, а вторая цифра обозначает номер баночки в этом наборе. Очень удобно. Тут собраны самые ходовые все цвета. Сказать, что я от какого-то могла бы отказаться, ни в коем случае. Они мне очень сильно понравились. И также я вам их показывала. Это более мелкие голографические блестки. У меня есть еще от Бурнприти более крупные. Я вам покажу их попозже. Это блестки разнопланного характера, которые я также брала в наборе. Тут шестигранники и мелкие. Как они переливаются, сейчас я вам покажу в дизайне. И такие вещи я никуда не деваю, потому что с течением времени с ними ничего не происходит, а смотрятся они очень круто. На тот момент я использовала их не часто, но посмотрите, как они выглядят на ноготочках. Мелкие, понятно дело, сверкают, но крупные просто переливаются невероятно. И я просто подбирала оттенок гирлака под блестки. И сочетание очень-очень классное. Вот, кстати, я делала полностью на ноготок. Тоже такой дизайн, смотрится классно. Еще одни посыпушки, но тут три баночки посыпушки в этом наборе. А три просто втираются, потому что не содержат акриловую пудру. Вот так они выглядят, все светлого оттенка. И мне, конечно же, они понравились. Посыпушки я использовала в разных дизайнах. Сначала просто тренировалась, потом уже пыталась создать какие-то свои. Вот такого плана рисунок красиво смотрится. И даже когда в группе у нас были рисовашки, то я использовала все эти посыпушки в дизайнах. Этот набор из всех, которые у меня есть, самый такой, знаете, невзрачный. Но он тоже имеет свое очарование. На чипсах он выглядит красиво. И если подбирать подходящий цвет, то эффект очень заметен. И самый классный это вот этот. Он голографический. Этот набор мой очень любимый, потому что он невероятный. Но, к сожалению, на него ссылка сгорела еще тогда, когда я его только купила. Если вдруг найду, то обязательно оставлю ссылку. Если нет, то оставлю только ссылку на обзор. Возможно, вы сможете найти сами и поделитесь со мной. Вживую они смотрятся ярче, камера их затемняет. Также в любимках у меня вот эти бульонки. Они невероятно мелкие. Смотрятся в дизайне очень красиво. Следующий набор я вам показывала буквально недавно. Но он уже завоевал мое сердце, потому что на чипсах выглядит очень и очень красиво. Почти все блески в этом наборе хамелеон. Переливается вживую невероятно. Смотрится классно. И таких у меня ни разу не было. Этим набором я дорожу. И, конечно же, их экономлю. Следующий набор у меня Born Pretty. Заказан был очень говно. И он невероятный. Сейчас я вам покажу его на типсах. Эти типсы еще с самого первого тестирования. И если сравнивать голографию, которую я вам перед этим показывала, то цвета совершенно разные. И какой-то один из этих двух наборов я даже выбрать не смогу. Потому что у каждых блесток есть свой шарм. Они не бывают совершенно одинаковые. И самое классное, то что вот сколько я не заказывала блестки с Алиэкспресс. Всегда они классные. Вот ни разу не попадались какие-то ужасные, которые не держатся. Можно применять их разными способами. Таким образом, они просто не надоедят. Хлопьев Юки у меня, конечно, много. Но вот одноцветных не очень. И в тестировании при выкраске я совмещала их между собой. И тоже эффект получился очень интересный. Ради вот этого эффекта я именно и брала третьих цвета. Стираются легко, но с хлопьями Юки в том плане легче, что их можно наносить даже на липкий слой гель-лака. В тирку у меня огромное количество. На большинство из них я уже делала отдельную выкраску. Я вам на то видео оставлю ссылку. Вот эти все, они уже были выкрашены с единорогами, с золотыми, с фиолетовыми. И даже хлопья Юки, кстати, смотрите, вот золотые и серебряные. Обожаю их. Если их наносить на цветные гель-лаки, смотрится тоже круто. И также хлопья Юки в наборах. Это все тоже я вам показывала. А самое последнее, что мне пришло, это вот эти втирки в баночках. Немногим они нравятся, потому что их тяжело втирать. А дело в том, что когда вы наносите топ, сушите буквально 10 секунд. С нажимом надо это все втирать. Эффект зеркальности и глянцевости мне очень сильно понравился. Хоть там и есть какая-то микропыль, эти втирки выглядят безумно красиво. У меня 6 цветов, и ни один бы я ни за что никуда бы не делала. И 2 цвета, это вот в таких вот баночках. Номер 11 у меня подписан, номер 12. Они именуются как прозрачные хлопья Юки. Но когда вы наносите их на черный цвет, они начинают играть разными цветами. Я хотела вам показать все продукты, которые у меня есть от Rosalind. Но решила, что это затянется на очень-очень долго. И хочу вам сказать сейчас, по прошествии времени, свое мнение. В черных флаконах гель-лаки классные, но мне не нравятся сами пузырьки. Они не очень удобные, маленькие. Объем, конечно, у них небольшой. Фирма развивается очень быстро, с имимильными шагами. Постоянно выходят новинки. А вот в таких пузырьках Rosalind мне не понравилась пигментация. Хотя вполне можно их использовать. Прямо сказать, что они плохие, я не могу. Классные гель-лаки в карандашах. Но ни в коем случае не берите в тюбиках. Я так с ними намучилась, это что-то ужасное. Далее хочу пробежаться по гель-лакам, которые я с удовольствием использую. И что мне в них не нравится. Самые первые гель-лаки покажу Denchel. Они густые. Флакон классный. Они каждые упакованы индивидуально. Ни разу не приходило разлившиеся, пролившиеся. Консистенция густенькая. Если вы такую любите, вам понравится. Даже светлые оттенки очень неплохо перекрывают. Но если вы любите жидкие, то вам они точно не подойдут. А так в целом, в общем, даже покрытие я с ними делала маме. И по-моему себе. И если найду видео, то оставлю ссылку. Гель-лаки эти нравятся очень сильно по консистенции. Несколько цветов, которые я брала изначально. Они очень крутые были. Мне безумно понравились. Я вам прям их советовала. Но по прошествии времени, когда мне девочки начали присылать в посылках эту же фирму. Некоторые цвета прям прозрачные. И они наносятся очень плохо. Так что перед покупкой обязательно смотрите выкраску того цвета, который вы хотите купить. GD Coco были изначально моими любимчиками. Пока у меня не пришли. Вот недавно буквально мы с вами снимали в обзоре вот такие вот пластиковые. И они оказались на свою цену, конечно, за 60 рублей более чем. Но в сравнении с предыдущими, которые выпускали раньше, в таких стеклянных флаконах, испортилась пигментация. Я не пойму за счет чего. Но самовыравнивание у них стало лучше. Так что тут у меня очень смешанные чувства. По идее мне нравятся вот эти гирлаки GD Coco. Но которые обновленная серия. Не могу сказать, что прям я от них в восторге. Далее гирлаки LACAI. Кроме того, что они в пластиковом пузыречке, и это неудобно. Минусов я не нашла. Они густенькие. Если вы любите жидкие гирлаки, они вам точно не подойдут. Вязкость у них приличная. Пробовала я их на ноготочках. Но вот у меня к ним среднее отношение. И я когда тестирую товары, чаще всего я наношу именно эти гирлаки на типсы. А вот эти гирлаки я кстати пробовала. Они мне очень сильно понравились. Сейчас я вам скажу. Хамелеон очень крутой. Если вы любите более жидкую консистенцию, то вам точно она понравится. И вот этот номер 148 я его использовала в покрытии. Ссылку также оставлю. Красиво получилось. Классный нежный оттенок. Наносился так, как будто он какой-то люксовый гирлак. Ну вы в принципе на видео сами можете посмотреть. Но эта же фирма только вот в таких вот флаконах. Или подождите. Это же не Эрес Найл. Это какая-то другая. Я почему-то решила, что это тоже Эрес Найл. Но вот эта фирма мне не очень сильно понравилась. Они безумно вонючие. Прям вот знаете. Просто открываешь флакон и уже чувствуешь запах. И только из-за этого я их особо не использую. С этими альбомами для слайдеров я вас уже тоже замучила. Но я в этот раз показываю вам не альбомы. Хотя тоже на них оставлю ссылку. А именно слайдеры. Так как скоро новогодние праздники. Я думаю вам такой отзыв пригодится. Вот эти слайдеры я брала. Они очень блеклые. Смотрятся только на белом оттенке. И вот четкости какой-то мне не хватило. Набор слайдеров КАЦ. Кстати вот с Аэропуфингом я использовала именно их. Они идут с блестками уже. И когда вы делаете дизайн. Получается очень все гармонично. Я вообще стараюсь брать всегда в наборе. Мне кажется так получается выгодный. И если вам какой-то слайдер уж не нужен. Вы можете проверить качество его. И попробовать на типсе. И я настолько привыкла к Алиэкспрессовским слайдерам. Что они такие знаете дубовые. И надо их размачивать и базой и праймером. Крепятся они у меня на ура и носятся тоже. А вот которые тоненькие. Они у меня постоянно плывут и рвутся. Хотя многие умеют наносить только их. Я думаю вам нет смысла показывать летние или осенние слайдеры. Могу показать еще универсальную. Вот эту мозаику я использовала из нее вот этот слайдер. Тоже сочетание было очень красивое. И я подобрала цвета гель-лаков идеально под нее. И все даже подумали что я сделала градиент. Хотя просто прилепила слайдер и все. Ловец снов. Тоже с ними делала покрытие. Первый раз я тогда рисовала себе фрэнч. И подошло все идеально. Еще один новогодний слайдер. Но мне они как-то вот не очень сильно понравились. Хотя они были в наборе. И если подобрать подходящий цвет гель-лака. Смотреться они конечно будут выигрышны. Тем более их чем-нибудь еще прорисовать. Еще у меня любимка теперь поталь. Если в банках, то можно ее сминать и использовать вот таким образом в дизайне. Если в листах, то позавчера выходило видео. И мы с вами тестировали, пробовали именно золотую. Вот видите. И мне она очень сильно понравилась. И теперь прям любимый продукт, который я буду по-разному использовать. Так как можно с ним навертеть очень много всего. Фольгу я решила сегодня не показывать. Потому что у меня ее тоже очень много. И она отпечатывается практически вся. На Алиэкспресс ни разу у меня не попалась фольга, которая вообще не отпечатывается. Ну может быть один рулон за 20 рублей. И то потом у меня все равно получилось отпечатать его на клей. Дальше хочу вам показать штампы для стемпинга. Самый старый штамп Бонприти я уже куда-то делала. Возможно что выкинула. Так как у него треснула подушечка полностью. И начала крошиться. Смысла такой штамп держать конечно же нет. Поэтому я его убрала. Это был следующий мой штамп. И кстати подушечка у него до сих пор целая. И с помощью него я иногда пастирую пластины. Дальше мой рабочий штампик. Который при первом обзоре я вообще не хвалила. Он у меня очень плохо работал. И до сих пор я от него не в восторге. Так как стоил он очень дорого. И есть более бюджетные, которые работают точно так же. Даже взять если вот этот сиреневый. Этот старикашка один из первых. И кстати он до сих пор весь полностью целый. Запылившийся да. Но его если очистить об скотч. Он идеально перенесет рисунок. В нем я уверена на 100%. Но так как ногти длинные. Просто уже вот этой подушечки не хватает. Дальше в наборе Born Pretty штампик стандартный. Тоже подушечка маленькая. Поэтому вот у меня он как-то не ходовой. Моя любимая форма штампов это вот именно вот такая. Подушка должна быть большая. Чтобы вы могли отпечатать полностью рисунок. И еще выбрать куда нанести. И какую часть рисунка нанести. Так как пластины бывают со сплошным рисунком. И так их использовать проще всего. Следующий у меня штампик зайка. Но это больше для коллекции. Я его конечно же протестировала. Но ни разу на ноготках не использовала. Просто для милоты. Ну и мой любимый скребок который не гнущийся. Вот не знаю девочки. Вы все пишите что гнущиеся очень крутые. Но вот у меня с ними вообще не получается. Следующая ячейка в моем шкафчике. Я кстати вам попозже его покажу. Так как у вас по поводу него было очень много вопросов. И я почти такой. Только пластиковый нашла на Алиэкспресс. Так вот. Это мои краски для стемпинга. Я предпочитаю Born Pretty. Да. Их ноги не очень сильно хвалят. Потому что они просто не подходят. Я вам скажу так. Советоваться с кем-то какие краски для стемпинга лучшие. Это все равно что выбрать гель-лак под чужого человека по консистенции. Вот это то же самое. Если вам понравилась какая-то краска для стемпинга. Не важно какой она фирмы. Главное что у вас с помощью нее все получается. У этого стемпинга пигментация какая-то ну слишком плохая. Мне совершенно не понравилось. И вот эти тюбики у меня так и лежат. Единственное, в последний раз у меня по-моему розалин пришли краски для стемпинга в банках. И вот они отлично работали. Вот такой у меня ящик для блесток. Он очень удобный. Если кому-то надо, то я брала в Костораме за тысячу по-моему шестьсот или восемьсот. Очень хороший. Спустя некоторое количество времени эти выдвигашки не сломались. Они как были так и остались. На Алиэкспрессе я нашла похожий. Я ссылку на него оставлю. Если у кого-то нет таких магазинов, то можете заказать там. Цена в принципе практически одинаковая. Если я вам сейчас начну показывать все свои пластины для стемпинга, то у нас видео затянется еще на час. Поэтому просто скажу вам кратко. С пластинами вообще как повезет. Бортпретти были очень крутого качества. У меня тут лежит самые первые мои вообще покупки. Они с глубокой гравировкой. Печатают идеально с любой краской. Даже не пигментированные. Становятся пигментированные. За счет того, что материала в углублениях просто больше. Но сейчас это какая-то беда. Бортпретти очень сильно испортились по качеству. Видимо заработали себе имя и решили на этом остановиться. Поэтому сейчас я предпочитаю пластины Beauty Big Band. И кстати, позавчера был обзор на очень классные пластины с надписями. Если вы еще не смотрели, тоже оставлю на него ссылку. Вот те пластины прям советую, потому что они очень хорошо печатают. Но опять же я не ручаюсь, что у вас придут точно с такой же гравировкой, как у меня. Beauty Big Band. Большинство пластин очень хороших. И три набора я еще не тестировала. Но так посмотрела визуально, они очень и очень классные. А главные были по акции. И дофигища пластин у меня вышла бюджетно. Чехлы для пластин я также пока что использую. Так как хранения какого-то вот супер классного для пластины я не нашла. А покупать чехлы за тысячу с лишним под все это количество выйдет очень дорого. Фирмы, которые очень хорошо печатают. Это SJ Beauty Big Band. Но все равно брак, кстати, попадается. Вот такие пластины я покупала в наборе из восьми штук. У меня вот он полностью коллекция вся моя. Я, конечно же, ее ни в коем случае разбазаривать не буду, потому что эти пластины тоже работают идеально. И еще пластиночки из ПВ. У меня они есть практически все номера. Печатают отлично, рисунки интересные. И с помощью них, вот этих смайлов, я делала себе покрытие. Просто позитивный маникюр получился. Есть, конечно, рисунки не очень удачные. Но для коллекции я все равно брала. Эту я даже не знаю, продается или нет. Это была ограниченная серия. Да, у меня так хранится все, что все находится друг на друге. Ведь надо их еще не поцарапать и не испортить, как минимум. Вот этот набор я брала в прошлом году на распродажу. И, как видите, я его и тестировала, и пробовала. Мне он вполне понравился. И сначала хочу сделать небольшое объявление. Если вы хотите, чтобы была рубрика рисовашки, то то, что вам понравилось, вы где-то нашли картинку, кидайте в группу в ВК и предлагайте. Я постараюсь это нарисовать и показать вам на канале. Если эта идея вам нравится, поддержите это видео лайком. И, по-моему, я показала все, что хотела. Сейчас вот визуально оглядываю. Конечно, паутинку Rosalind я вам не показала всякие блески. Но это вы посмотрите в отдельных обзорах, на которые я оставлю ссылки. Просто зачем занимать время, если уже такие обзоры существуют. И вам проще посмотреть и понять, надо оно вам или нет. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте. Буду им рада. Желаю вам всего самого наилучшего. И, конечно же, обдуманных покупок. А главное, на распродаже выгодных. Пока-пока.